Здравствуйте, я Азаренко Юлия из Ростовского Нового колледжа водного транспорта. Наши дни самоизоляции продолжаются и мы продолжаем также обучаться, выполнять задания. И также я хотела бы представить вам стихотворение, так как в этом году наша страна отмечает 75-летие со дня Великой Победы Великой Кирсиной войне. Стихотворение Юлии Друниной, Зинка. Мы ледли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлить. На шинели вдвоем теплее у продрогшей сырой земли. Знаешь, Юлка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Хоть пахнет крышной дымом, за порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку живет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг нежданный приказ — вперед! Снова рядом с широй шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось все горьше, шли без митингов и знамен. В окружение попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку, мы прорвались по черной ржи, по пролецкам и буеракам через смертные рубежи. Мы не ждали славы посмертно, мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, у нее-то была одна. В хате пахнет квашней и дымом, а за порогом бурлит весна. И старушка в светлотом платье у иконы свечу сожгла. Я не знаю, как рассказать ей, чтоб она тебя не ждала. Продолжение следует...